Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Как вы поняли, сегодня видео будет о Клеродендруме Томпсона. Я расскажу, что нужно этому красавцу, чтобы он радовал вас своим цветением, а цветет он, конечно, очень эффектно. Ну и листья у него красивые, в общем, смотрите видео до конца, будет интересно. Родина его Западная Африка. Это лиана, вырастает до 4 метров, если ее не стричь. Это растение у меня уже давно, более 6 лет. Мне оно очень нравится. Я его формирую, как видите, кустиком, не лианой. Кустиком очень эффектно смотрится в интерьере. И когда оно цветет, очень нарядно, очень нарядно. Вот эти белые у него прицветники, а внутри красные цветочки. И своим видом, конечно, он очень-очень радует. Вот видите, я покручу его. То есть, оно стоит у меня напротив окна. При определенных условиях это растение совсем неприхотливое в уходе. И сейчас я вам расскажу, как за ним ухаживать. У меня на канале есть уже 6 видео про это растение, как я его обрезала и по уходу, по пересадке, по составлению грунта. Если кому-то интересно, можете зайти и посмотреть. Поступают вопросы, как я за ним ухаживаю, почему растение не цветет, и поэтому я решила снять видео и рассказать. Клеродендрум Томпсона любит светлое место, но не прямые солнечные лучи. Ну, то есть, нужно его притенять слегка либо занавеской, либо растениями, но он светолюбив. Прямые солнечные лучи могут обжигать его красивые листья. Полив любит влажный климат, но не нужно ему устраивать болото. Корневая система у него должна дышать. То есть, нужно просушивать грунт между поливами. Очень хорошо он относится к душу, комнатной температурой, чуть тепленькой водичкой. Можно, если горшок не тяжелый, можно его просто носить в душ. Можно опрыскивать, можно поливать и просто опрыскивать. Грунт должен быть воздухопроницаемый, более такой рыхлый. Тяжелый грунт ему не подойдет. Удобрение он любит, как и все другие растения. Его нужно удобрять удобрением для цветущих растений. Если света хватает круглый год, то можно и круглый год удобрять. Ничего плохого здесь не будет. Оно и для листьев будет хорошо, если он даже не цветет. Будут образовываться цветоносы. И самое главное скажу, что нужно для того, чтобы он свел. Цветение провоцирует обрезка, конечно же. Потому что мы не можем создать те условия, чтобы вырастить такую лиану огромную. И чтобы она еще и цвела. И поэтому в домашних условиях его лучше стричь. И стричь его лучше осенью. Я его обрезаю. Я его обрезаю очень хорошо, не оставляю ему листьев. И ставлю его в такое, знаете, не сильно светлое место. Он у меня уходит в спячку, можно сказать. А весной, где-то в феврале, я его ставлю на солнечное место. Потому что у него же листьев пока и нет. Вот для того, чтобы проснулись почки. И тогда он начинает тут же обрастать листвой. И уже закладывает цветочные почки. Вопрос такой еще поступает. Почему желтеют листья? Это как раз связано с поливом. Он не любит перелива. И засухи тоже. Но засуху он может еще перенести. А вот перелив, он как раз начинает портиться. У него горешочки начинают гнить. И поэтому пожелтение листьев. Еще это связано с паутинным клещом. Посмотрите, если у вас на клеродендруме есть желтые листья, то можно обработать, например, от паутиного клеща. Потому что он тоже провоцирует пожелтение листьев. Вот такой вот красавец. У меня еще есть два сорта клеродендрума. Это угандийский и уоличи. Но я как-нибудь покажу их в следующих видео своих. Потому что у меня угандийский тоже после обрезки, он только начал вот обрастать у меня. И уоличи тоже так же. Но у меня угандийский вообще на улице стоит, на балконе. Уход за ними, в принципе, такой же, идентичный. Так же, как и за Томпсоном. Еще раз я повторю. Кому нужно, можете зайти на мой канал и посмотреть. У меня очень много видео есть по пересадке, по составлению грунта, по уходу. Мне очень нравится это растение. Прям люблю его. Так что, у кого еще нет, то обязательно заведите такое растение у себя на подоконнике. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok